Всех приветствую! С вами канал Азбука Радиосхем. Сегодня я хочу рассказать для чего на схемах, часто возле предохранителя, стоит еще довольно непонятная деталь, слегка напоминающая конденсатор. И многие даже думают, что это конденсатор, потому что она стоит параллельно схеме, как и положено стоять конденсатору. Но здесь есть путаница. Вид-то в него может быть и похожий на некоторые типы конденсаторов, но эта деталь называется варистор. И работает она полностью по-другому. Давайте посмотрим на схему. Да, действительно, она включена параллельно схеме входа и стоит после предохранителя. В связке с предохранителем она является очень хорошей защитой. Как это работает? Давайте сначала посмотрим на характеристику этой детали. И как видим, характеристика в нее слегка похожа на стабилитрон. Стабилитрон, который развернут в обе стороны. В этой детали резко начинает падать сопротивление, и расти протекающий ток после определенного напряжения и в одну сторону, то есть в плюсовую, и в обратную, в минусовую сторону. Получается, что на этом напряжении происходит пробой этой детали. Увеличение тока ведет к замыканию. Но если мы посмотрим опять же на схему, то видно, что эта деталь стоит после нашего предохранителя. Что произойдет? А просто предохранитель перегорит. Вот как получается работает эта схема. В связке, точнее, эти две детали работают в этой схеме. Как только напряжение начинает превышать порог нашего варистора. А варисторы бывают на разное напряжение, но часто на входе аппаратуры они стоят определенного номинала, которое спасает при броске напряжения выше опасного для нашей техники. И так происходит пробой нашего варистора. Увеличивается резко ток потребления. Этот ток замыкается на сам варистор и пока не попадает в схему. В этот момент перегорает наш предохранитель. Все, схема наша спасена. Единственное, что может быть придется заменить, кроме самого предохранителя, еще и варистор. Даже, скорее всего, обязательно придется заменить, потому что чаще всего они во время броска вылетают. И теперь, когда поменяли предохранитель, ваше устройство уже должно заработать. Но обязательно не забудьте поставить опять варистор, чтобы в следующий раз схема отработала и спасла вашу электронику. Надеюсь, что этим видео мы разобрались, как работает варистор и для чего он вообще там стоит. И что это не конденсатор, а действительно варистор. Если видео понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь этим видео. А на этом всем пока.